Здравствуйте, друзья! Сегодня мы с вами поговорим о светильниках, совместимых с платформой Tuya Smart, об их интеграции и настройке в системе управления умным домом Home Assistant. А поможет нам в этом управляемая Wi-Fi настольная LED-лампа от польского производителя Novos. Американская платформа Tuya Smart, полностью совместимая с системами Amazon, Echo, Google Home и FTTT, является стратегическим партнером для десятков производителей и брендов и позволяет взаимодействовать между собой с сотням различных умных устройств. Но давайте обо всем по порядку. Герой обзора – умная настольная лампа Novos S1 Black, есть еще и белая версия. Поставляется в большой яркой картонной коробке с фотографией лампы и логотипами Amazon Alexa, Google Assistant и FTTT. На одной из сторон указаны основные параметры. Мощность до 6 Вт, световой поток до 350 люмен, регулируемая цветовая температура 2700-6500 Кельвинов, индекс цветопередачи не менее 80, срок службы 30 тысяч часов, сеть IEE 802-11BGM 2.4 ГГц. Также на коробке указан один из двух вариантов цветового оформления – черный или белый, и возможность изменения угла наклона настольной лампы. Внутри нас ждет сам светильник в прозрачном пакетике, белая коробка с блоком питания и инструкция. Блок питания имеет евровилку, что вполне ожидаемо от польского производителя. Никаких переходников для подключения не потребуется. Блок питания рассчитан на сеть напряжением от 100 до 240 В, выходное напряжение 12 В до 6 В. Инструкция в комплекте на одном языке, английском. В ней описано назначение управляющих элементов и основные функции приложения. Основанием светильника служит круглая платформа диаметром 17 см. Гибкая ножка держателя длиной 35 см расширяется в осветительную панель длиной 23 см и максимальной шириной почти 5 см. Конструкция позволяет свободно настраивать необходимый угол наклона светильника. На основании находятся три сенсорные кнопки, смена режима, включение-выключение и таймер отключения. На задней стороне находится разъем для подключения питания и индикатор активности Wi-Fi сети. Вручную на лампе можно менять оттенок света кнопкой M, желтый, нейтральный и белый. Короткое нажатие на центральную кнопку включает-выключает лампу, удерживание регулирует яркость. Удерживание правой кнопки с изображением часов включает режим отложенного выключения через 45 минут. Подтверждение – две вспышки лампы. Некоторые производители, например, U-Torch или Alphavise не заморачиваются и сразу предлагают установить приложение Tuya Smart или Smart Life. А некоторые, например, Blitzwolf или Герой обзора Noose предлагают свой вариант брендированного приложения. Но в любом случае все эти устройства поддерживаются в основном, так сказать, материнском приложении Tuya Smart. Поэтому и нет смысла плодить различные приложения, достаточно установить только одно. В приложении Tuya Smart нажимаем «Добавить новое устройство» и в разделе «Освещение» выбираем лампочку-светильник. Световой индикатор, который находится в основе лампы, после включения в сеть начинает мигать. Смартфон при подключении должен находиться в сети 2,4 ГГц, так как 5 ГГц светильник не поддерживает. Выбираем сеть, вводим пароль и через минуту светильник подключается к домашней сети и становится доступным для управления. В плагине светильника в центре имеется кнопка включения. Она интерактивна и отображает текущее состояние светильника. Кнопка «Лайт» включает меню настройки яркости и световой температуры. В меню настроек сетевая информация, меню общего доступа, обновление прошивки и объединение в группу. В меню «Шеду» можно задать график включения и выключения светильника, как однократный, так и повторяющийся по дням недели. Сравнить я решил с умной настольной лампой Xiaomi, которая сопоставима по цене с героем обзора. Она дороже буквально на несколько долларов, имеет такую же мощность и примерно такой же световой поток. Xiaomi при меньшей площади основания более габаритная, выше и длиннее. Для управления у Xiaomi служит вращающаяся ручка, которая может плавно регулировать и яркость, и цветовую температуру. Такой вариант несколько удобнее сенсорных кнопок «Ноус», хотя и несущественно. А вот площадь осветительной панели больше у героя обзора за счет ширины рассеивателя. Сравнивал я в трех режимах на максимальной яркости. Для светильника «Ноус» это 0% в режим теплого желтого, 50% в режим по умолчанию нейтральный и 100% в режим холодного белого света. Для лампы Xiaomi цветовую температуру можно выбирать прямо в градусах Кельвина. Теплый желтый 2700, нейтральный 4000 и холодный белый 6500К. Теплый желтый режим у настольной лампы «Ноус» показал значение люксометра, лежащего на столе под ней, 440 люкс. Для Xiaomi этот показатель составил почти в полтора раза большее значение – 626 люкс. Нейтральный свет, который по моему мнению наиболее комфортный, люксометр показал 1015 люкс для светильника «Ноус». В этом режиме Xiaomi проиграл герою обзора, показав результат 896 люкс, отстав более чем на 10%. В режиме холодного белого «Ноус» съехал почти к показателю теплого – 575 люкс. А Xiaomi практически сохранил придающее значение, просев всего лишь до 878 люкс. В итоге настольная лампа Xiaomi показала более ровное значение во всех трех режимах, уступив герою обзора только в нейтральном режиме, который является сильной стороной «Ноус». Полагаю, что это обусловлено тем, что в светильнике используются два типа светодиодов – белый и желтый, и только в режиме нейтрального света они горят все вместе. Основное приложение платформы Tuya Smart имеет штатную интеграцию в Home Assistant. Для связки нужно в основном конфигурационном файле указать параметры учетной записи Tuya, логин, пароль и телефонный код страны в международном формате. После этого Home Assistant необходимо перезагрузить и после перезагрузки все устройства, которые добавляются в Tuya Smart, будут автоматически добавляться и в Home Assistant. После добавления светильника «Ноус» в приложение Tuya Smart, через пару минут он появится в Home Assistant в домене Light под тем же названием, которое он есть в приложении. Нажав на него, мы получаем стандартную панель и здесь можем управлять. Сейчас он выключен, можно его включить. После включения светильника становится доступным управлением яркостью, цветовой температурой, ну как обычный стандартный режим управления любым светильником. Для того, чтобы узнать техническое имя светильника, необходимо нажать на шестеренку и вот мы здесь получим ID объекта в системе Home Assistant. Сейчас мы его скопируем. Далее, с этим именем можем перейти в панель разработчика. Здесь есть такое меню состояние. И в фильтре вставляем имя светильника и получаем его состояние и атрибуты. Когда светильник будет включен, сейчас я его включу. Вот, через буквально пару секунд он передал значение. Здесь мы видим его параметры. Например, яркость и цветовая температура. Яркость и цветовая температура здесь передается не в процентах и не в градусах. Например, яркость она передается по шкале от 0 до 255. И к 2255 максимальная яркость. А цветовая температура передается по шкале от 0 до 1000. Поэтому, чтобы передавать в сценариях нужное значение, сначала необходимо их смоделировать вручную. Например, для нейтрального режима, который включен сейчас, цветовая температура равняется 182. Максимальная яркость 255. А если, например, я захочу включить слабенький ночник с теплым желтым цветом, то цветовая температура для него будет равняться 1000, а яркость где-то в районе 40. Именно этими параметрами, смоделировав их вручную, мы сможем оперировать в наших сценариях. Выясним нужное нам значение, мы можем управлять этим светильником любыми устройствами, которые находятся в системе Home Assistant. Например, кнопка Якара. В частности, в этом сценарии по клику сингл, однократный клик, проверив то, что лампа выключена, я буду ее включать, передав значение яркости 255 максимальное и цветовой температуры 182, что соответствует нейтральному цвету. В этом режиме, который будет включаться по дабл клику, также по проверке, что светильник выключен, я буду передавать режим яркости 45 и цветовую температуру 1000, что соответствует теплому желтому свету. Ну и соответственно, если светильник включен, то по однократному и по двукратному нажатию на квадратную кнопку, этот светильник будет выключаться. Давайте посмотрим, как работает этот сценарий. Так как светильник, работая через облако Tuya Smart, небольшая, совершенно не критичная задержка все-таки присутствует. По многомесячному опыту использования таких светильников скажу, что случаев недоступности облака я ни разу не наблюдал. Надо помнить, что для работы такого сценария все-таки нужен интернет, хотя нет необходимости что-то паять и переделывать в самом светильнике. Интересна логика работы. Светильник сначала включается в предыдущем режиме и только через секунду-две применяет заданные параметры цветовой температуры и яркости. Для повседневного использования такого уровня интеграции полностью хватает. Лампа получилась довольно интересна. Я, честно говоря, думал, что будет хуже. А в режиме нейтрального света ему удалось сделать даже своего более дорогого собрата от Xiaomi. Благодаря платформе Tuya Smart нет необходимости устанавливать какие-то дополнительные сторонние приложения, а также очень легко интегрировать с Home Assistant. Технология подбора параметров яркости и цветовой температуры, показана в этом обзоре, будет актуальна для любых типов светильников, совместимых с этой платформой. На этом все. Если у вас остались вопросы, задавайте их в комментариях к этому видео. Если видео вам понравилось, ставьте лайки. Если вы не хотите пропускать новые выпуски, подписывайтесь на мой канал. Дальше будет еще интереснее. До новых встреч!